Всем привет, с вами Жора и сегодня я бы хотел поговорить на тему школы, а именно уйти после 9 класса или остаться до 11. Так как я учусь в 9 классе, эта тема для меня очень актуальна и я начал во всем этом разбираться. Уходить ли из 9 класса или идти до конца и сдавать ЕГЭ? Сейчас я расскажу о фишках ухода с 9 класса, а потом о фишках идти в 11. Если ты уже определился с профессией, то можно поступать в колледж и уже через три года обучения ты станешь специалистом в той области, которая в общем-то тебе интересна. Поступая в колледж, ты быстрее вступаешь во взрослую жизнь. После его окончания ты можешь работать и не зависеть от родителей. За три года обучения ты получишь аттестат о среднем образовании и диплом колледжа. После обучения в колледже легче учиться будет. Ну а теперь 11 класс. Упускники 11 класса меньше учатся и быстрее получают высшее образование. В школе и вузе ты проучишься от 6 до 7 лет, а вот колледж и вуз потребуют от тебя от 7 до 9 лет обучения. Если ты не определился со своей будущей профессией до 9 класса, то у тебя есть еще два года, чтобы все обдумать, переосмыслить и не ошибиться в своем выборе. В школе дается больше времени для занятий в различных кружках и факультативах. Взять ту же музыкальную школу и занятия плаванием. Доучившись до 11 класса и сдав ЕГЭ, ты получаешь возможность получить любое высшее образование, поступить в любой вуз, лишь бы хватило баллов ЕГЭ. Кстати о ЕГЭ. На самом деле в нем тоже есть плюсы. Результаты ЕГЭ учитываются в школьном аттестате. ЕГЭ дает возможность поступить в вуз без вступительных экзаменов. После сдачи ЕГЭ иногородним легче поступить в вуз. Без труда можно подать заявку на поступление сразу в несколько вузов. Ну а на этом все. Пишите свое мнение в комментариях. Я свой выбор уже сделал. Впрочем, это уже совсем другая история. Ставь лайк и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok